Добрый вечер, Игнатий Тихонович! Добрый вечер, Юрий! С мир вашему дому! С миром принимаем! Прежде всего, хочу вам передать поклон от брата Михаила. Ну, как он там? Ну, слава Богу, трудится, молится, вчера очень тепло пообщались. Вас частенько вспоминали во время нашей беседы, добрым словом. Ну, я к вам с вопросами. Ну, давайте. Вопросов несколько. Даже такое некоторое рассуждение, если позволите, начну с него, а потом перейду к вопросу. В нашей церковной традиции встречаются различные лексемы, понятия, которые мы можем назвать понятиями, которые относятся к церковной традиции. И вот те понятия, которые присутствуют в церковной традиции, они не совсем согласовываются с той традицией, которую бы мы назвали евангельской. То есть, с тем образом христианство, который мы воспринимаем, читая Слово Божие. И, в частности, появляется ряд таких терминов, которые мы не обнаруживаем в евангельской традиции, то есть в Священном Писании, а именно окормление, воцерковление, венчание, соборование и другие слова. И поэтому, когда беседуешь с христианами, протестантами, например, то они в первую очередь задают об этом вопрос. Откуда вы взяли эти понятия, откуда вы взяли эти слова и почему вы полагаете, что... Подожди, кто-нибудь к телефону. Говори, Юрий. И почему то, что мы называем вот таинством, это действительно таинство? То есть... Вот так, держи. Ну-ну. То есть, это и для меня вопрос. В частности, он касается вопросов взаимоотношения священного предания и священного писания. Здесь мы видим определенную противоречие. Поэтому вопрос, есть противоречие или нет. В частности, мы знаем, что в церкви говорят о том, что есть семь таинств. Другие богословы говорят, что в церкви все таинство. И поэтому, например, вопрос. Вот венчание это таинство или все-таки таинство брака? Да, вот если говорить о евангельской традиции, то все-таки речь идет о браке. Тогда что такое венчание? Обряд это, например, или таинство? Я знаю, что вы очень часто критикуете, скажем, вот эти вот слова, эти понятия. И вот хотелось бы, быть может, услышать развернутый ответ касаемо вот этого вопроса, Игнат Тихонович. Григорий Ниски, я его характеризую сразу, родной брат Василия Великого, святой. Он говорит, слово имеет, по его словам, возможность материализовать. Прямо об этом настаивает. Как? Ну, мы сказали, не думая, а оно слово воплощенное. И Господь говорит, мое слово тщетно не возвращается. Оно выполняет то, для чего я его послал. Вот мы где-то слово даже как-то обронили, а оно прилипло, и человек уже не рад, что и сказал. Мы должны понимать, что если за каждое слово придется перед Богом отвечать, а святые запрещают делать подмену, подменой занимаются люди, имеющие темную сторону. Вор не говорит, украл, а взял. Залез в форточку, обокрал, был в гостях, машину угнал, проехал. И вот даже ты не догадаешься, о чем он говорит-то. Так вот здесь то же самое. Нам для спасения нужно только два пункта. Их очень легко запомнить. Первое, это третья глава Евангелия Тиана. Надо бы народиться свыше. Учитель, законы знает, академию кончил, доктор богословия. А Господь ему говорит. И он оказался настолько далек от этого понимания. А что, я в трубу матери должен залезть? Откуда залезть? Снизу? Даже вообразить нельзя. Как он думал в трубу матери? Но он уже сказал, что. То есть он согласен на это был, но сделай меня каким-то меньшим по размеру. Это первое. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть лишен даже мытарства проходить. Мытарство заканчивается объедением на небе. А это вообще сразу с первой ступеньки, говорит, вниз головой. Вот если бы об этом говорили себе сегодня, отпевать бы никого не надо было. А они уже отпетые. Отпетые, говорится, преступник. Отпетый человек, от которым не вызывает доверия, что и разговаривать с ним не о чем. Надежды никакой нет. Это ведь речь идет о ком-то, кто знает. Верил, ходил, приносил жертвы, молился. Но, наконец, встретился с тем, кто будет судить. Христос сядет на престоле славы. И оказалось, что он даже первого шага не сделал. Ну и второе. Родился свыше, что рожденный от духа есть дух. И он теперь, этот человек, должен жить в Боге. И теперь уже римлянам, 8 глава, 9 стих. Кто духа Христова не имеет, тот и не его. Так я причащаюсь. Нет, не написано это. Написано, кто духа не имеет. Ну как? Я священник. Нет, если ты духа не имеешь. А священник разве может не иметь духа? Нет, он просто как орудие. Бог через него делает, а он никто. Многие, не два, не три. Больше, больше половины священников погибает. Святой Иоанн Златоуст. Вот их 10 выстрелов, минимум 6 арбут в аду. Минимум. А то, может быть, будут все. Согласно Серафима Саровска, как будто ни одного спасенного нет. Ему было открыто, что погибнет царское семейство. И будет такая кровопролитная бойня. Но он молился только об архиереях и священниках. А откуда это известно? Третий том священнослужителя, книга священнослужителей, настольная книга, она уже теперь стала. Там 601 страница. Я, аз многогрешный, там, Серафим, молился три дня и три ночи о русских архиереях. И он ждал ответа. И Бог заговорил. Не пощажу и не помилую. Тут мне непонятно, как это он слышал. Шуми ветра открылось ему. Или прямо голосом. Ну, Бог сказал это определенно уже. За что? За то, что вымыслами своими заменили истину Божию. Вот я и хочу здесь сказать. Зачем же это заменили? Нету таких слов. Вообще их нету, о которых сейчас сказали. Вот церковленный, окормлял. Открываем слово окормлял. Что, то есть перекормил. Ну и так понятно. Ой, я окормил ребенка. Его, он срыгнул. Маленький ребенок. Окормил, то есть отравил. И применяет к таинству. А священник этот окормляет воинскую часть. Ты не догадаешься, о чем он говорит. То есть он приходит, кому надо причаститься? То есть он запрофанировал таинство. Одно из величайших таинств. Не случайно Мартин Лютер оставил только два. Крещение и причащение. А другом нет. А другое просто это помазать. Это никакое не таинство. Венчания никогда таинством и не было. За руки взялись. Прочитал молитву иди. А сегодня хороводится вокруг. Любой петух позавидует ему. Это не просто так. И поэтому, когда говорят во церковляции, это означает, ну, обычно готовят, когда катехизация. А если он уже был крещеный, а долго не ходил, теперь он узнает порядок, обрядность, когда приходить, когда, какие постыщи, из какой плечо свечку подавать. То есть внешний антураж. Я воцерковленный, а этот не воцерковленный. То есть проверить-то можно. Если он все знает. А имеет отношение к спасению? Все имеет. Но не на первом, не на втором. Но они только этот. Вопрос один, рожден ли свыше? Вот ходит у нас. Я когда стал проповедовать на эту тему, я говорю, покажите, когда кто из священников проповедовал. Иоанн Кронштадтский ни разу нигде нет. Ну, кто проповедовал? Покажите, какие святители говорили об этом, разъясняли. Геннадий Фаздак, он еще тогда не родился. Родится свыше. А рожденный, как узнаешь, ребенка рожден нету? Дышит. Смотрит. Просит пищи. Ущится. Возрастает. А когда родился мертворожденный, он ничего этого не делает. Он не дает о себе знать. Ни крикам, ни говорит о своей нужде. Дитя не плачет, мать не разумеет. Нерожденный. И они не знают, люди приходят к батюшке. Я вижу, вот патриарх. Вышел, Кирилл, и говорит, вот люди ходят в храм. Раньше было в колокол ударили, говорят, все пошли. А сегодня, говорят, хоть из пушки бей. Не идут. А если пришли, то это приход, но не община. И наставление дает. Ну, вы когда выйдете из храма-то, не уходите сразу. Подойдите к батюшке, попроситесь на чаек. То есть, не о чем разговаривать. Вот описывает, когда он, Кирилл, за границей был, и там воспоминания один из посольства. Какой он культурный человек. Вместе в горах мы катались, и там вспоминает. А ему корреспондент задает вопрос тому человеку-то. Говорит, ну, а о боге говорили. А боге нет, а бог. Да как же так? Как? Будущий патриарх. И теперь он представитель, закончил академию уже. И представитель там, за рубежом, представляет лицо страны. И он даже ни разу, говорит, ни разу не сказал. Я уж не называю, откуда я это знаю. Это газеты печатают. И выступает человек, который с ним встречался. Притом у него отзывы о Кирилле самые добрые. Насколько он обходительный, культурный. Ну, есть о чем с ним поговорить. И корреспондент сразу, ну, а о боге-то говорили. О боге? Нет. Тот коммунист. Я ни о чем не хочу сказать. Но момент-то был неоднократно сказать о боге. Помирать-то ты будешь. Сегодня ты в должности, а завтра ты никто. Ну, мог он это сказать-то? Нет, ни разу. И я верю ему. Когда он выступает, бывает, слово Библия, Христос, он даже не повторяет никогда. Я в каждом выступлении патриарха ищу эти слова. Архиереи, которые выступают. Ну, может, где-то я не встречал, но иногда Христос скажет, ну, так, знаете, это христианская эра, то есть никакого отношения к Христу-то не имеет. Это, знаете, христианские ценности. Да это совсем не то. Слово Христос здесь просто так для виду взято. Придать значимость своим словам. Вот почему я эти слова стараюсь высветить во свете Библии. Их нету. Говорить нужно только о рождении свыше водительца Духом Святым. О чем Серафим Саровский сказал. Стижание Духа Святого. Все остальное не имеет никакого значения. А тут слушай некоторых священников. Говорит, как из пулемета садит. Видно, знание его прям распирает. Он прям, я считаю, мешок несет спроса. Кто-то ножом разрезал и просто сыпется и колотится. Ну, сказал пару слов. Посмотри на человека, принимает нет. Знание огромное, видно. Но все это мирское. О Боге вообще речи нет. О рождении свыше. О жизни в Духе Святом. И как, чтобы ощущение этой вечности было. И как ты слышишь голос Божий. Как он тебя побуждает. Тебя искать будут всегда, если ты будешь рожден свыше. Тебя постоянно будут тревожить люди с разных сторон. Помолись. Помолись. То есть всем на сердце будет положен, что друг Божий. К тебе будут приходить. К тебе будут писать. Будут звонить. Это Бог делает. Это особая благодать Божия приближенный. Ну, раз я приближенный. Ну, скажем так. Он император или там государь какой-то. А я, если приближенный. Я, значит, через меня стараются дойти до него как-то. Достучаться. Ну, протеже какой-то должно быть. Теперь. Вот воцерковляться. Я считаю эти слова не просто ненужными, а поганными. Ненужными, смертельно ненужными. А я воцерковился. То есть это замазали другими словами. А вот эту поделку не надо делать. Я неоднократно говорил. Нет слов динаминации и конфессии. Это два слова, которые прикрывают слово ересь. Ересь. И поэтому это говорят... Православные не говорят конфессии. Не от своей динаминации, как я православный. Уж какой он-то другой. Но православный даже подписывается иногда. Если говорят христианин, я уже знаю юритик. Звук для многих слова христианин является лишь звук, вводящий других в заблуждение. Святой Иоанн Златоуст. Вводящим в заблуждение. И поэтому разъясняют тут, что подмена слов. Притом подмена страшная. Человек я воцерковился. Венчание. Венчание от слова венец. Венец сигнал додевался на голову. В этом таинства нету. Вот у нас, когда батюшка только начали потерявки там, и коснулось венчать. Нет еще. Пошли, венок из святого сплели. И на голову возложили венки из святов. А нигде нету того, что если венца нету, и бракосочетания нельзя нет. Брак есть, а венчания нет сегодня. Идут сзади, сзади держат эти венцы. Венчание, голову-то увенчайте. Что, воздух, что ли? Или незримо тут левитация какая-то? Я не знаю, почему. Я батюшке говорю одному, а почему не надеваешь? Да чтобы не запачкать. Да что, у тебя свиньи венчаются или что? Волосы. Да какие же они? Ну, они бывают... Да ничего нету. Убери там эту материю-то. Ну, чтобы только венец был. Пусть она будет там какая? Золотая, серебряная. Все это выдумка. Поэтому объяснять я во свете Библии рассматриваю. Слов этих нет. А значение, которое им дали, само событие неевангельское. И оно не только неевангельское, антиевангельское. Есть совершать вечерю. Вечеря есть это. Дальше. Хлебопреломление. Он преломил хлеб и подал. Так можно назвать. Они что? Причастники. Ладно, причастие. Да, причащение. Все, больше не надо ничего. Ну, вот это уже мы должны дойти до этого. И когда что-то ты скажешь против, ты должен подтвердить это словами, что это не мне только неприятно. Это вредно для тех, кто рядом. А что такое воцарковление? Ну, ты посмотри. В 1960 году, это уже вот, рядом совсем, 1960 год, на Втором Ватиканском соборе воцарковление, как таковое, полностью исключили, католики. Православие мертвое, не понимает ничего. Они деканонизируют, деканонизируют. Из списка святых вычеркнули до Георгия Победоносца и Николы Мирликийский, щедотворца. Деканонизация называется. И для этого есть очень веские основания. Потому что вся биография надуманная, фальшивая. А мы нет, а я им каждый день молюсь, если я православный. Меня за это упрекают. Вот, сами знаете, ошибка о молнии. Несмертельная, отвечаю. Несмертельная. Более смертельным будет, если я теперь пойду против церкви. Вот в чем дело. Им молились все святые, которых я знаю, имущенники и все. И поэтому они в мой диптик записаны. Вот весь ответ. Спасибо, Христос, Владимир Тихонович. Да, есть о чем подумать, потому что я слышал однажды, будучи на крещении, как мальчика-младенца внесли в алтарь. Ну, такая традиция, вы знаете, есть. Вот. И батюшка, можно сказать, открыл для меня, что вот в его понимании он говорит, ну, когда спросил его родитель, что это такое, он ему пояснил, вот это, говорит, называется воцерковление. Понимаете, сколько очень много значений у этого слова. Ощищение матери от крови, от всей жидкости. Вот что она имеет в виду. Когда она это очистится, тогда ребенка берут. Мальчика заносят в алтарь, а девочку только перед образом перекрестил ей, поднял и все. А монашки лезут туда, она женщина. 33-е там правило Владикийского собора, она не должна даже ноги туда ложить. Нас только коснись, а мы рассыпемся сразу. Да. Хорошо, тогда еще два вопроса. Очень глубокие слова, мы их обнаруживаем в Евангелии, в частности, апостол Павел их говорит не раз, что праведный своею верою жив будет. И это же мы встречаем в Верхнем Завете в книге пророка Аввакула. Вот как объяснить вот эти вот слова, потому что они очень глубокие, вот именно в соединении Ветхого Завета и Нового Завета. Меняется ли смысл вот этих слов, почему их неоднократно повторяет апостол Павел? И что душеспасительного из этого мы можем вынести? То есть о какой вере говорится? О Новозаветной, о Ветхозаветной. Эти слова являются ключевыми в возникновении протестантизма. Когда Мартин Лютер еще там по ступеням полз на коленях и в это время как молния озарила говорит разум праведник верой жив будет. Не тем, что я взял этот подвиг, не то, что там я делаю, верою. Делами не оправдается перед ним никакая плоть. Об этом мы считаем в утренних вечерних молитвах. Непрерывно и в молитвы это включено. Почему? Что интересно, вера и дела. Надо верить и делать. Но в одном месте Евангелия сама вера называется делом. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Дело Божие, чтобы вы веровали. Сама вера делом называется. И поэтому спрашивает, когда рождение свыше, я в самом упрощенном виде. Первое, признать себя грешником, погибшим окончательно, бесповоротно, и что Бог тебя просить не может. Не может. Почему? Потому что его свойство такое, что возмездие за грех смерть. Он не может просто касаться смерть. Это Божий принцип. Я всем отвечаю. Смотрите, ну великое дело плод сорвало там. Ну что это? Ананас какой там был. По цвету. Но умерло уже более ста миллиардов людей за этот плод. Водами все умирают. Водами. Водами что он там сделал тогда? Ну разница размерна? Сто миллиардов это какая же гора мяса и костей. Это вообразить даже невозможно. Это выше Монблана. Эвереста. Но однако это так. И мы начав об этом говорить, должны сказать, каждый из нас погиб. Погиб окончательно бесповоротно. Даха я не делал, что другие делают. Вся наша праведность, какую только можем придумать, как запачканная одежда. А монахи еще добавляют, как подвязка нечистой женщины. Чтобы понятно прокладки. Вот вся наша праведность, не то, что мы делаем, злимся, хитрим. Именно праведность наша такова в очах Божьих. Даши говорит тогда не о чем. Если знаем, что мы грешники, да и там, и тут не так, и телом неправильно пользуемся, и душу затоптали, и взаимоотношения с людьми неправильно, и со зверями, с природой, везде ошибки, везде неправильно. Если где-то маленько правильно, то дальше неправильно. Почти везде. Ну и что? Ну вот когда признал себя погибшим грешником, ты умер. Во Христе, во Христе. И нас мертвых по преступлениям оживотворил. Мертвых. Сын мой был мертвый, я жил мертвый. Луки 15 глава. Он умер. Умер окончательно бесповоротно, и только любого отца поднимает его. Речь идет заколить теленка. Теленка закололи, телец упитанный, Златоуст говорит на пасхальное слово. Его кровь, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Почему Иоанн Златоуст и настаивает, ты усвои жертву, присвои ее, умер за весь мир, вот Агнец Божий берет на себе грех мира, а ты добавь, умер за меня. Он взял мой грех и понес мой. Он умер за меня и большая справедливость восторжествовала. Принимая это верою, я склоняюсь на это, я согласен. То есть меня привели на казнь, меня связали, я стою, сейчас будут пребывать на кресле, вдруг приходит из Назарета человек и говорит, я беру его вину на себя, кого он там убил, я рассчитываю, меня распинайте, а я стою и смотрю. А чтобы это усвоить, необходимо явное какое-то движение, почему, моя жизнь, а жизнь человека в крови. Будьте очень внимательны. Почему так написано? У душа в крови, у животных. И у человека кровь вытекла, все, нету. Почему руку-ногу оторвало, скорее перевязываю это, перевязываю это, иначе сердце, мотор сразу сгорает, качать нечего, а кровь осмывает. Теперь в крови, если говорит душа животным, там, то есть отличает это жизнь. Это значит, я ощущаю в пролитой крови его полная совместимость с моим желанием и стою. Ну, кровь-то, она же оскверняет человека, ощущает. Да и все ощущается по закону крови. А без пролития крови нет прощения, Павел говорит. И вот, когда мы это так усвоим и поймем, что умер за нас, и мы согласны, и возопьем, и попросим прощения, вот тут случается рождение. А в чем выражается? Полная перемена мыслей. Я вот людям, когда говорю об этом, они не пережили, они не знают. Ну, вам вот там память, другое есть. Ну, это правильно. А забвение, память это от Бога о забвении. Я сколько знал этих анекдотов, душа общества, я просто у меня бесконечно это было, я их помнил, читал, видел, слышал, вот, я попросил Господи, убери меня, встал, и как будто никогда я не знал их. Стерто, форматирование произошло. Диск чистый оказался. И теперь на чистый заново начал делать. Ничего не помню. Когда говоришь, они люди не верят. Почему? Вот, Григорий Ницкий говорил, они верят только в то, что могут сами сотворить. Я нашел в себе, что мне ничего не надо, полное форматирование. А умение работать, умение все время совершенствовать, все у меня было и осталось. Но только книжник, наученный Царству Божию, говорит, выносит и старое, и новое. Весь навык, какой был, ты применишь в этом направлении. Вот в этом ты и пойдешь теперь. Если не распаханная земля приносила обильные всходы, какие-то там, крапива росла, распаши ее, златоуст, будет. А если был ни рыба, ни мясо, то если он уверен, тоже такое будет. Он будет и посты нарушать, ой, я не знал, и на каждом шагу. Вот так. И поэтому, если мы это знаем, мы это держимся, смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. Я могу потерять это. И поэтому бег на ресталище, на этой жизни должен быть до полного. Сколько у тебя есть сил. Другой, иначе, захватит. Один получает награду. А я уверовал, все, руки сложил. Напрасно так думаешь. Отныне царство берется усилием. Большим усилием. И поэтому, когда люди смиряются до конца, вот монашество, оно, если бы было по-другому, тогда можно бы приветствовать. Без обетов. Просто я буду один. Один заботится о Боге, не связанный, идет на миссию. А монахи-то они забили за стены мандры, а над ними архимандр, архимандрит стоит. И вот. И у нас получилось, что самое измышленное понятие о царстве небесном. Полное понятие. Ну, по Библии, да, хорошо, одному, да, хорошо. Все время свободно, ничем не связанное. В любой момент, в любую командировку он пойдет поедет. ну, а домашние такие, которые, они тебя будут по рукам и ногам связывать. Это есть такое в житиях святых. Они были близкие друг к другу, два родственника. Ну, их арестовали. Бились, бились, они держатся. Тогда один говорит, вы их отпустите домой, жены там плащут. А женам заранее скажите, им отпускаем домой. Если они еще будут, что там делать-то, а уже назад не вернутся. Как они облепились со всех сторон. Ребятишки плащут, молятся, кричат, рыдают. И они поняли, они начали уже расстаивать, размягчаться. Мы тогда вышли и сказали, отстаньте от нас. Мы пошли, начали говорить, их тогда арестовали и казнили. У нас еще пока не требуют, не трясут так, но мы должны, считаю, жития святых подготовиться. А как бы я вел себя? Хотя бы немного примериться. Ну, их ризу надеть на себя, их вериги на себе заковать. Тогда мы будем понимать, о чем им говорить. Иногда не говорят люди. А почему не говорят? В основе лежит что-то. Или знает за собой, что его легко спихнуть. Ну, сейчас только одно слово, или вообще не знает. А если один-то связан, да мне не надо думать, как жена, как дети. Да вышел и сказал, а там что будет? Как Федоров Омылевский пишет. А там уж что будет, то будет пускай. Так нужно работать мы дружно давай. Работать руками, работать умом, работать без уст или ночью и днем. Вот так. Спасибо, Христос. Кстати, вспомнил, вчера смотрим ролик из вашего архива замечательные два стихотворения. Вы читаете, беседуете со священником, как же его зовут. В тюрьме, в тюрьме ваше стихотворение еще 80-й и 86-й, кажется, год. Очень понравились. Вы найти еще само чтение. Я их читал, потому что и книга есть. А вот тут как-то они заново открылись. И я хотел поделиться. Вот настолько и сильный, проникновенно, и рифмы свежие. Очень-очень понравилось. Ну тогда, Игнать, если позволите, еще один вопрос. Так, по стихам. Вы видели, сейчас первую книгу выставили. Да, смотрел, как красиво раскрывается. Можно остановить. Да, это остановить и увеличить на самое большое. А там еще даже вы как это высвечить не сделали. И четыре тома у меня по 800 страниц. Вот первый выставили. На второй. Какую он открытку поставил? Бог дал мне сразу, кажется, трех работников. Не знал никогда. Их один из Америки. Златоуст у меня по пунктам выделил. Почти все закончил. Это у меня будет 1262 ролика по Златоусту. Но я сейчас даже могу сказать, сколько. Архипелаг ГУЛАГ один сделал. Это архипелаги, это у меня поменьше там получается. Сейчас я скажу, сколько. 76 файлов. Библия вся с неканоническими, 156 роликов. И добротолюбие 230. Я его выставляю сейчас. Это насчитанные мои слова. Аудио перевели как будто это видео. И они сразу на набор стал такой за один день больше, чем там за пять лет. Потому что там на сайте стоят и не откроешь. Там PDF вообще-то такое не поймешь. А тут открыто и вот два человека и оба Сергея, а третий Андрей. Вот сейчас работает над житиями один и над этим над стихами. И сегодня один из Америки попросил работу закончить. Дайте мне еще какую. Я говорю, давай, чтобы подготовить, вот так же открывать можно было мои все книги. А это не два, не три. Это 38. 41 книгу. 41 том. Если только сделаете, теперь люди тогда могут доступны. Я сделал одним файлом все книги в один файл и когда нужно я его пересылаю, если просят. Легко искать. Зарядил какие-то слова или что-то. И одним файлом все стихотворения 3467 стихотворений. А то, когда идет, то обыкновенная страница, вот такая книжная, 26 тысяч страниц одним файлом. И тогда легко искать. Да, да благословит Бог. Вот этот файл, который вы мне выставили большой, я его наоборот, одним файлом в док-формате, я его наоборот разбил на 38, потому что он очень полновесный и листается в электронной книге долго. Я наоборот разбил, и удобно, очень нравится. Кстати говоря, Игнать Тихонович, хотел сказать, вот вы с Владимиром, поклон его, то, что начитывали, вернее, занятия по феофилоту болгарскому, вот, некоторые ролики, Игнать Тихонович, они отсутствуют. Вот, в частности, я искал, когда готовился к занятиям Евангелия от Иоанна, то есть, там, допустим, идут, идут, там, вот, допустим, главы, стихи, а, допустим, один-два ролика, я уже поисковик на сайте искал, я не знаю, может они где-то в архиве, но их нет. Потом дальше все восстановляется. Я думаю, они и есть, просто, они вошли, когда читали, подряд несколько, и может быть, в заголовке стоит Петра. А, вот так вот, ну, конечно, потому что мы старались сделать их по полчаса, и поэтому, вот сейчас один написал, говорит, я стихи, эти, письма Иоанна Златоуста из третьего томата, Олимпиаду поместил, а это нет, я говорю, сколько там, ну, сказал сколько, 70 писем, сделать так, разбить, они маленькие, по несколько, чтобы было в среднем полчаса, полчаса, это оптимальные. Да, да. Понял. Они есть, у нас от корки до корки Феофилакс с откровением вместе насчитанный. Потом отдельно Библия, которая без всяких, без единого слова добавки. Это да. Да. Ну, сейчас я выставляю, там, Архипелаг Гулаг, Златоуста и Библию. Архипелаг первый закончится, сразу начну вставлять, тогда, Добротолюбие пять томов. Угу. Ну, тогда, Игорь Тихич, вопрос. Давай. Вы неоднократно говорили об этой книге, а точнее, о труде отца Геннадия, в частности, его комментарии, его собрания, изложения, песни-песней, ну, может быть, одной из самых таинственных книг Ветхого Завета. Вот, хотел, Игорь Тихонович, спросить у вас, как бы, кратко, можно охарактеризовать эту книгу, потому что, с одной стороны, она необычна тем, что, например, там, в ней слово Бог-то вообще не встречается, то есть, по содержанию, это книга такой, восточной, любовной, лирики, поэзии, тем не менее, она все-таки, вот, сама по содержанию, по фактуре, необычной, все-таки, находит свое место в каноне. Вот, как ее охарактеризовать с точки зрения душеполезности, так скажем, духовного содержания и применимости к жизни христианина? Вот, такое вам было. Я вел много лет занятия, в общей сложности пять университетов, которые были в институте, техникуме, и мы проходили пятилетнюю программу, она была четырех с половиной, четыре с половиной года, потом пятилетнюю, атехизация, пять лет. Так вот, это весь Новый Завет, из Ветхого Завета одна только книга «Песни песней». Тогда отца Геннадия этого не было, я сам это все сделал, что отец Геннадий делает. Я узнал, где это можно найти, достал эту книгу. А она на немецком языке готическими буквами этими, кривелюшками где-то. Мне пришлось заново возобновить язык, подправить, и полностью перевел книгу, и там есть поэзия где, и поэзию это тоже в стихотворной форме перевести. Ну и что там, такое не сходится где-то, я его заменил, это очень мало где-то, но они понимают там, что кто восходит от пустыни, воскуряемое, знамена, а они понимают, что это израильский народ только, но это намного шире. И я вел, сколько лет у меня там было, только в одном университете, 18 лет. И везде у меня присутствовала в этом курсе «Песня песней». Но она была в кратком виде, и поэтому все делали под запись. Я просто говорил, а потом считал, и все записывали. А когда теперь отец Геннадий эту книгу дал, я ее своей тогда уже выпустил, не стал больше, потому что книга есть, можете взять и проще. Да, они много там, этот Дмитрий Менделеев говорит, не химик, а вот выступает там по радио, очень хорошее у него выступление. Но он считает, это пасторальный роман, так считается, вроде православный, это, как его назвать, ведущий программы этой. Ну, может быть и так, старый, ревнивый владетель ревнует к молодому ее. Они здесь сняются в любви. Ну, понимает это или о Богородице, или, конечно, речь идет о душе, каждого человека, или о церкви. В этом плане. Отец Геннадий тоже говорит, вот это вот, можно к Богородице отнести, а вот это совсем не относится. Ну, понимаете, не относится, да не поминать не надо. Да и мне какая польза от того. Поэтому с книгой я знаком. Как ее преподавать, как говорить, ну, как скажу я, просто нужно законспектировать и потом говорить. Что интересно, когда появилась вот эта юбилейная Библия, Лопехина называется, она из 12 книг в трех томах, ну, я тоже достал. Ну, одна же, думаю, дай-ка я принесу на занятия в университет-то. Принес, я едва-едва кончил занятие. И спрятал больше ни разу, я отдал кому-то ее. Исторические слова, когда, как, было, где-то, от этой Библии, как у него, родиться свыше никто не сможет. Это невозможно. Невозможно. Ты будешь вокруг шарахаться и смотреть, там, какой микроб в рот завалил, попал тебе, и будешь спринсовку, говорит, с марганцевой кислотой во рту держать, как Лев Толсой смеется. И там нельзя, и тут не так. И это слово такое, многозначимость, не так переводы, о, в раскопках, ничего этого не надо. Я и Бог. Поэтому у меня «Песня песней» была живая книга, и это все понимали, и там никакой мистики не напускалось. Я до отца Геннадия это ее всю и не просчитал даже. Во-первых, ну, мне она уже и не надо, и содержание я ее знаю, а время отнимает много. Проверять его я не буду, я ему доверяюсь на сто процентов, что именно он там папе сказал, я даже знать не знаю, я его ничего не считал. Что я считал, то ну, какие мои знания-то? Там преподаватели, и семинарии, и магистр, и доктор богословий. Он как-то меня, может быть, упрекнул, когда этого, когда убили, как бы кришнаит, считается, Геннадия Яковлева, Григория, как теперь. Ну, и он там начал «Зигзаг молнии» в ночи его называть. Ну, явно видно, канонизации гонит. И там уже выступает один его священник, и уже мы не о нем молимся, а он о нас молится. Он о нас молится там, в небесах. Ну, я это все высказал так. А отец Геннадий говорит, может, вы так нападаете на то, по зависти, может, то, что у вас такого образования нет. Я говорю, наоборот, это мое преимущество. Никто над моей душой не издевался, не пахал на ней, и не засевал мне в голову, что мне век не надо. Я сам находил нужную литературу, и конспектировал, и писал, и когда я посчитал по этим, я университет 4 кончил, не меньше. Столько, всякой литературы перемолотить, и сектантской почти всю, и журналы, и все. От самого основания баптистов, адвентистов, там, яговистов, всех этих. Ну, вот я так смотрю на это. А тебе по программе дают, ты никуда не сдвинешься. И тебе надо отвечать. А рядом сидит дундук, ничего не знают. Ты сидишь, надо, вот у меня знакомый один директор, Торшин, Виктор, директор 48-й школы, так его занесли даже в энциклопедию, какая-то вышла новая энциклопедия. Он заслуженный, там, этот, учитель, и прочее. И у него уровневое, что ученика надо смотреть. Он может и знает это, он может быть в один год может три класса кончить. Уровневое, как? Мы как-то один раз с ним проводили занятия, к слову сказать, по литературе «Отцы и дети» Тургенева. Он считал, как есть, а я отвечал, как по Библии. А, ну, скучная такая тема. Но тут он говорит, таких учеников, гердян, своими даже не видал. Девятый класс, кажется, как они сидели. Каждая почти в фразах, где поведение, что он так делал, почему так делал, и все это во свете Библии. Ну, вот этим тандемом мы блеснули один раз, и я больше там не был. Я думаю, вот это бы, если где-то применить по другим дисциплинам. Это же интересно, для себя самого. Насколько ты врос вот в то древо, которое по обе стороны реки растет? И есть ли там твои листики? Да, метод во свете Библии, да, Игнает Тихонович, это действительно очень сильно и впечатляет, потому что ты понимаешь, это знание не человеческое, а воистину Божие. Вот это и надо, что каждой душе. Ну, допустим, ладно, вот он очень хорошо сказал, священник. Ну, и хорошо сказал, что дальше. Во-первых, люди даже и не знают. Теперь он должен сослаться, кто это сказал? А он ничего не подтверждает священным писанием. И поэтому говорят, которые известные священники, я у каждого слушаю и думаю, вот раз щелкнуло, уже неправильно сказал. А тут сказал, надеяться на невежество своих слушателей. Почему же так не уважаете своих слушателей? Знания-то много, а все перемешано с мусором. А вот там сказали, вот здесь вот поехали, а вот тут было видение. Так говорит Господь. Почему вы не в пророческом духе проповедуете? Потому что они избранные. А если избранные были, потеряли все. Я говорю, вы бесталанные, они обижаются. А почему? А талант не может развиться там, где рабство. Почему у нас вся бионика оттуда, все, что есть, только за рубежа идет. А все считали, это вредительство. Такой науки нету, там бионики, там или еще что-то. Оказывается, все есть. И теперь все покупаем. Так и в божественном плане. У нас есть толкование. Ты его возьми, сравни. Если сравнил, увидел по слову Божию. А сегодня это тоже не делается. Вот считаем мы сейчас восьмой том, Иоанна Златоуста. Я его насчитывал. Я не выбросил ни одной буквы. Ни в житиях, ни в добротолюбии. Пять томов нигде. Но были моменты, где я считаю внизу, подстрочно, кто бы это ни сказал, но это неверно. Там редакция пишет. Ну а там написали, ну как, да очень даже просто, что апостол Павел не мог ссылаться на такого-то и показывать такого-то, который, ну, Арии, жил через 300 лет. Он его не видел. Арии мог ссылаться на Златоуста, но не наоборот. Приписали, говорит, спурия творения, приписываемые святому Иоанну Златоусту. Не надо бояться. Вот он такой авторитет. И канон, и все во свете Библии, смотри. Почему? Приходил момент, когда убирали, вот святые отцы пишут канон, Вселенский собор, а потом говорят следующее. И они сказали так, мы не можем понять, а почему они так сказали? Это же неправильно. Это нельзя этого делать. Канон такой, а его, кажется, сейчас и нету. Что если самый строгий канон, 719 правил, самый суровый, ты не догадаешься, ни за убийство, ни щекотило, нет, епископ, если от другой, там где-то, епархии, себе отхватил кусок, там район какой-то, или что-то, не в семьяке, не в будущем, и участь его добудет с Сиудою, с Каином, там клятв сколько, его сейчас нету. Вот и все. И отлучается даже при смерти, даже кается Филарет, и все равно его не причащать. А следующие говорят, такого права нету, даже он отлученный на 30 лет предавал своих. Многие христиане во время гоняний погибли из-за него, он выискивал их. И несмотря на это, заболел через год, 30 лет, как будто ему не было эпитемии, причастить его. А если выздоровел, остальные 29 опять вогнашенных. Как умно все. А здесь никакого, бессрочно, навсегда. Понимаете, если так вот говорить, придумали в законодательстве Российской Федерации статья такая, что если человек не служил в армии, то он во веки веков не может занимать большие должности ни в администрации, нигде. В государственной службе, да. Ну, и как быть? Тогда стали жалостью. Говорят, а я при чем здесь? Меня родители откосили, а я, или там, ну, что-то было, я был в университете, а потом заболел, не взяли. Никаких сейчас проголосовали на 10 лет. Но не убрали. Какая тебе страна, когда ты отвиливал где-то? Ну, ты пошел бы по альтернативной основе, не полтора года, два-три отслужил. Вот. А как ты узнал? Через поисковик. А? Все ролики есть, кроме седьмого. О чем Юрий говорит? Ну, Юрий, значит... Вот в шестом ролике вот это показывается надпись, а его нету, начитанного ролика. Да мы же с тобой насчитывали-то. Ну, ролика нету. Ну, насчитывали, а где ролик-то? Нету его. Вот видишь как. Может, я-то отдаю, я не ставлю. И может быть и так. Ну, вот виноват тогда. Прошу прощения. Да нет, я просто думал, может, действительно, где-то есть. Ну, я говорю, я-то отдаю, я не ставлю сам. Я отсылаю каждую неделю, там, до этого у меня было там другие города, там, где... Ну, кто ставит-то? А потом мне пишут, а мы тут упустили, не заметили. Ну, вот на этой, на прошлой неделе я отдал за неделю 110 гигабайт. Много. За неделю. И, кажется, 1600 файлов я отдал на будущее, которое будет, потому что это уже обработано, Златоуста полностью отдал. Ну, и сказал, как каждую неделю там выставлять их. Ну, Златоуста, значит, тогда Златоуста, Библию и Архипелаг ГУЛАГ. А житья пока не прикасаюсь. Потому что 300 с чем-то выставили, вот так украшено, там, музыка, это не музыка, песнопение, а сарковное, хорошее, но 350, а их там 1173. Теперь, как их выбрать-то, какие он не поставил-то, кто делал-то, тот отошел от работы. Я одного тут поручил, он говорит, это так трудно, я заряжаюсь сейчас и где-то выпадает, имена похожие, надо смотреть это все. Поэтому у меня может быть еще пропуск или повторы. Выставить, выставить на наш YouTube, оно будет более считаемое. Ну, конечно, конечно, это и больше народа посмотрит, и доступно. Ну, вот так. Ну, что ж, сердечно благодарю, Игнать Тихонович. Спаси Христос. За ваше духовное гостеприимство. Вы всегда в моей молитве, всегда поминаю вас и ваш дом. Мы о вас молимся каждый день. Так, имей в виду на будущее. Начинаю сейчас как-то ужиматься или как, чтобы летом к нам приехать. Игнать Тихонович, вчера буквально вот с Михаилом об этом говорили, говорю, вот настолько виноват, ну, искренне, вот не получилось. И были планы, причем такие хорошие планы я вам писал. Вот. Поэтому то только молиться и ужиматься. Быть может, и сами события, они так сложатся, что у меня просто другого выхода не будет, как только приехать. У нас вот это воскресенье, вот через сколько, завтра, четверть, пятнадцать, субботу, через три дня мы отмечаем двадцатилетие, как первая литургия на этом месте была у нас. Дома получили. И тут у меня знакомая одна появилась, она казашка, она райхан была, теперь рахиль. Да, да, да. Была в Адвините, это, свидетелей с оружевой башни была. И вот говорит, иначе я вас, отец Игнатий, не захвачу и приезжает сюда. Мы, значит, с пятницы на субботу ночью, там, почти в три часа Сергей будет встречать. потому что, как один, недавно про меня что-то заговорили, а я в интернете нашел, и тот говорит, да что ты говоришь, говоришь на него, теперь уже не спросишь, он умер. У, умер. Я, говорит, столько лет собирался к нему, а тот, говорит, да он, говорит, еще живее, всех живых. О, тогда еще успею. Ну, ладно, да. Вот так. Ну, с Богом. Ну, с Богом, Игнатихонович. Благословим. Благословим.